Вот она, труба. Это главный двигатель. А вот и наша библиотека. Да, здесь куча информации. Кто-то очень нервничает, когда на суше один раз в году часы переведут на час назад. И прям все не могут в себя прийти полгода. Погодка начинает портиться с правого борта, а с левого наоборот. Тишь да гладь. Уже накатывает с правого борта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты видишь всего нового до часа? Красиво. Ай, люди. Красиво. Жизнь. А-а-а-а! У меня такое чувство, что как будто я завтра на пароход приезжаю. Двадцать дней так покатался хорошо. Ну все, завтра уже двенадцать часов подписываем дела. Да, я в рейс, я все-таки поживет в своей каютке. И потом я меняю однушку на двушку, но уже с другим грузом ответственности. Ну или будет соответственно. Уже быстрее бы в канале там проходить все эти проверки снова. Выгрузиться. И за десять дней там уже всякие проблемы будут. И освоюсь окончательно. Туда-сюда поездим. Еще месяцок пройдет. Потом еще три. И домой. Буду стараться каждый день что-то новенькое рассказывать. Думаю, может один механизм какой-то вот так попроще объяснять. Тут машинного отделения очень много. На палубе тоже что-нибудь. Снимаем о машине. На камбус тоже надо сходить. Показать работу нашего великого повара. Ресторанная еда такая. Каждый день как праздник. В плане еды. Ну естественно настроение улучшается из-за этого. Увидел ключ СПУ от фанала. То есть от трубы. Решил я еще раз. Полезть туда. С камерой. Так. Приспособленица возьмем. Пока не шатается. Можно залезть. Если что, он завтра начнется. Уже ничего не получится. Грубо тыкаем на каких-то американских подростков. Вот и наш ключик. Фанал топ. Будем надеяться что это он. Уровень фреона. Уровень фринанская цяковь. Уровень фринанский х�оз. Уровень фраеня. Достаточно неизвестный. Питр в poder и из иници повод в önemодном хвосте. Инсенератор милпамп от названия мельница. Такая крылатка, что можно порезать. Перемалывает все. Второе восхождение на трубу. Может что-то да и получится. Перед этим, господа, мы видели, как мы водили в работу второй реп-компрессор. Так как у нас есть три камеры на столе. Фиш, рыба, мид, мясо, вегетабл. Нам нужно гонить как-то продукты. Вот эти каприцера гоняют прион, который испаряется. И забирает тепло из камер. Получается у нас температура, я еще не ходил, фиш, мид, это минус 20 градусов. Вегетабл плюс пять, шесть. Да. Ну что? Я кучник потерял. В принципе такая... Сейчас еще дождь может быть, да? Я буду в Городке поставить, да? Попалденье треснуло. Если это здесь, то просто вниз. Вот она, труба. Это главный двигатель. Это два котла. Первый, второй. Шпигаты посмотреть. Не вижу, где они. Вон они, забитые. Если дождь будет, то все к нам. Вон они, наверное, забитые. Вот такой вид. Повес я обратно. Радары. О, сажи натягал. Вот снова вид на корму. Ключики на место. Это вот на входе справа с левого борта есть такой заборник воздуха на анализы. Если попадает какой-то H2S, гидрокарбоны. Может вырубается кондиционер с вентилятором. Потому что есть опасность отравления экипажа. Постоянно идет забор свежего воздуха. А вот и наша библиотека. Да, здесь куча информации. И финиш плент лист. Открываете. И пошел. Конкретно, где что лежит. AutoBox, PM3. Потом пошел туда. Смотришь. Интересующий у тебя инструкция или чертеж. Сейчас тоже надо кое-что найти. То, что меня интересует. My Ninja Assessories. AutoBox. Надо искать по каютам. С полосным клапаном мы лазали здесь. Первый стаборт. Но он выходил в порцию. Чтобы дело быстрее, что поеду на лифте. Бутылочку водицы взял. Надо уже допить. Помогает он, не помогает. Хуже не будет. Снова походил по машине. Ну, сам по себе знаю. Пока вот бумаги не подпишешь. Все. Ответственность на твоих плечах. Запоминаются как на духовке. Так можно ходить долго. Ну, первый раз в жизни. Думаю, погоняю шаром. Проходил он 20 дней. Деньги получил. Нормально. Еще успею поработать и понервничать. И ответственность возложить на свои плечи. В общем, стармех и старпом будут до конца выгрузки. Потом мы уже заступаем на боевую вахту. И до упора. Скорее всего, у меня такая же судьба была. Приедет новый стармех и я буду с ним кататься две недели. Потому что ничего бесследно не проходит. Плюс с минусом. Равновесие должно быть. Поэтому, как бы на это я настраиваюсь. Ехали. Секунд дек. Так. Обычно я пешком хожу. Километраж наматываю. Так. Сегодня уже три километра. Давай подстечь. Снимается. Идет. 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 Фепарнейц. Когда наоборот пески да? Руки авто! Не левая. А по BirdKuH DaJar Oui. Приходился мой штангенциркуль, сейчас будем насосы разбирать и замерять. Не даром я его взял. Цифра против механики. Слушай, а вот этот механический сальник. Так как мы идем на запад, то мы проходим часовые пояса. Сегодня мы уже меняем где-то пятый раз время на час назад. И где-то в Канаде на 7 часов будет разница, если я не ошибаюсь. Кто-то очень нервничает, когда на суше один раз в году часы переведут на час назад или... И прям все не могут в себя прийти полгода. Ну понятно, что когда мы идем туда, каждый день на час больше спать это хорошо. А вот когда судно пойдет обратно из Канады в Англию, то через день будем мы на час меньше спать. Будем переводить стрелки на час вперед. Это не очень весело. Это уже пятый час или шестой? Уже сбился со счета. А будет 7 всего, да? 6 или 7. А теперь за что я люблю продукцию Apple. ПРОДОЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЭТИ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ветер холодный Погодка начинает портиться с правого борта, а с левого наоборот, тишь да гладь. ДимаTorzok 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 В Англию снова ДимаTorzok 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 Снова Англия И получается у нас такой Бояж Значит 10 суток сюда Там еще Полтора парочку Из Англии в Ливию Снова 10 суток И обратно 10 будет Нормально, месяц пройдет Ну что, завтра уже подписываю дела Хотя в каюту еще не переезжаю Постепенно моя шара заканчивается Сейчас посмотрю Викингов Спортзальчик Спадки Погодка За бортом снова наладилась Нормальная Что там в Канаде будет Неизвестно, но прохладный Такой ветерок Вообще градусов, наверное, плюс 7 Переезд мы сегодня тоже не получился Потому что ему нужно сделать Демберский аккорд И где нужно договориться Насчет зарплаты Только на собеседование По телефону Все, сюда пришел Уже не ропщи, что ты там Крутой специалист Я хочу больше Надо сваливать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok